Деньги Работа школ и детских садов. Комментарий представителя комитета по образованию. Продуктовый набор будет выдаваться на территории образовательной организации согласно утвержденному графику директором школы. 19 мая состоялось плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно прошло под председательством главы Десногорска Андрея Шубина. В начале заседания об эпидемической ситуации в городе. По данным регионального Роспотребнадзора в Десногорске на 19 мая зафиксировано 48 случаев заболевания COVID-19. При этом под наблюдением сотрудников медсанчасти номер 135 находятся 1056 человек. Из них прибыло из-за границы 163 с нарастающим итогом, 149 из других регионов страны. Сняты с карантина 828, за последние сутки 13. В апреле этого года правительством России установлены доплаты медикам, задействованным в борьбе с распространением COVID-19 и его лечении. Стимулирующие выплаты полагаются сотрудникам скорой медицинской помощи и медработникам стационара. Деньги вот они только-только поступают. То есть бухгалтерия и экономисты работали все выходные, то есть все расчеты произведены. Но в соответствии с этим 484 и 415 постановлениям. В соответствии с новыми постановлениями работают и торговые предприятия. Недавнее двухдневное послабление особого режима и разрешение торговли вновь сменилось ее запретом. Так как указ губернатора 14-го числа вновь был издан, пришлось с вчера 18-го числа издать постановление опять на прекращение эксплуатации данных магазинов, реализующих непродовольственные товары до особого уже распоряжения. Прочие же магазины, в частности аптеки, продолжают работать. В последних можно приобрести маски и перчатки в свободной продаже. Вопрос наличия таких средств защиты находится на контроле заместителя главы. Наличие масок и перчаток в аптеках у нас составляет 80%. Также у нас идет реализация масок в торговых объектах, непродовольственных товарами. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ. О работе образовательных организаций Десногорска уже произошедших изменениях и планах на предстоящий образовательный период сообщила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Токарева. До 30 мая включительно во всех детских садах нашего города работают дежурные группы для детей, родители которых осуществляют трудовую деятельность. Ежедневно комитет по образованию проводит мониторинг количества дежурных групп в детских садах нашего города. На сегодняшний день во всех детских садах работает 20 дежурных групп, в которых находится 142 ребенка. Работа дежурных групп организована при обязательном соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. В обязательном порядке проводится входной температурный контроль, не допускаются дети в дежурные группы с признаками заболевания, незамедлительно информируются родители о появлении у ребенка признаков заболевания. По вопросам функционирования дежурных групп в детских садах можно обращаться к заведующему детским садом или в комитет по образованию по телефону 744-07 к Ефимовой Ирине Ивановне. В соответствии с указами губернатора Смоленской области от 12 мая номер 59 и от 15 мая номер 60 продлеваются ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей в школы до 30 мая включительно. В связи с чем реализация образовательных программ продолжает осуществляться с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий до завершения учебного года. С 18 мая до завершения учебного года во всех школах нашего города организована реализация программ воспитания и социализации с обязательным соблюдением необходимых мер охраны здоровья детей и допустимых при них нагрузках при использовании онлайн-технологий. В мае будет организовано, так же как и в апреле, единовременное предоставление продуктового набора для учащихся первых-четвертых классов и для учащихся пятых-одиннадцатых классов из малоимущих семей, имеющих право на получение горячего завтрака в школе. Продуктовый набор будет выдаваться на территории образовательной организации согласно утвержденному графику директором школы. Реализация образовательных программ продолжается с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. С 1 сентября 2020 года все учреждения дополнительного образования нашего города переходят в режим персонифицированного финансирования дополнительного образования. И я призываю всех родителей уже сегодня стать активными пользователями навигатора дополнительного образования нашего города. Пользуясь навигатором, родитель, не выходя из дома, может выбрать понравившееся объединение, педагога дополнительного образования, получить информацию о наличии свободных мест для записи, узнать то, чему может научиться его ребенок, посещая то или иное объединение, а также записать своего ребенка в понравившееся объединение. Для того, чтобы воспользоваться всеми функциями навигатора, необходимо зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету. В конце выпуска о погоде. 21 мая в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 9, ночью плюс 3. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok